Всем привет! С вами Ирина. Хочу показать вам орхидею Ирэн Добкин и рассказать, какие у нас изменения происходят, что я делаю. В общем, листик я вам показывала, что он у меня болтался и терял тургор. И дело в том, что он висел уже просто на волоске. Я однажды взяла его, хотела посмотреть, насколько мы держимся. И в итоге, вот как я его слегка приподняла, и этот листик остался у меня просто в пальцах, у меня в руке, и как бы он отпал полностью. Ну, возможно, может даже и растушка его отсушила уже, так как он еле-еле болтался. Вот, в общем, вот такая вот история с моей Ирэн Добкин. То есть, один листик у нас вот этот немножечко, который был надломан и он отломался, но мы растим второй листик. Он такой очень интересный, такая вот пигментация у нас, у основания, да, у молодого листика. Но когда листик этот подрастет, у нас этой пигментации уже не будет. Он будет такой вот темно-зелененький, как и все остальные его листики. Далее хочу показать, что мы растим еще корешочек. То есть, растение, вы видите, чувствует себя прекрасно. Рост корней у нас пошел отличный. Корешки, вы видите, такие вот активно-активно растущие корни. Вот, укореняются. Три корешочка туда, один все-таки на поверхность. И он ни в какую, как бы я не старалась, но я его не могу. Просто вы видите, как он, насколько он уже над горшочком вверх пошел. И такие корешки нельзя засовывать в горшок. Вот был недавно вопрос. Девочка написала, вот что мне делать с корнями? Вот они вылазят из горшка. Как мне их туда засунуть? Я их туда засовываю, а они вылазят. Ребят, мне не нужно ломать эти корешки. То есть, вот как корешок растет, вы видите, вот он такой вот упругий, да. Если мы его начнем, ну как бы нажимать на него, да, и засовывать в горшок, мы его сломаем. И у нас появится трещинка. То есть, этого делать не нужно. Зачем ломать и травмировать корешки. Но если растению так нравится, значит пусть так и растет. Не нужно ни в коем случае засовывать корни в горшок. Вот растению так нравится, значит пусть так и растет. В первую очередь, ваша цель должна быть, чтобы растению было комфортно. Вот только тогда у вас будет все получаться. Не только потому, что вот оно красиво, да. Есть много девочек пишут, что Ирина, что мне делать с моей орхидеей? Ну это так ужасно некрасиво, когда корни вылазят из горшка. Вот я купила красивое кашпо, поставила туда растение. И вот эти вот ужасные корни, они меня очень раздражают. Ребят, я не понимаю такого, поэтому я ничего вам не могу посоветовать в этом случае. Ну разве что тогда, ну не покупайте орхидеи. Возможно это не ваше растение, если вас раздражают вот эти корни. Ну я не знаю, как могут эти корни раздражать, конечно, честно. Ну я просто не понимаю таких людей, потому что ну я безумно радуюсь каждому корешку. Особенно пусть даже он растет вверх. Но это особенная орхидеюшка. Вот она растет, ей нравится. И это уже хорошо. Для меня это огромное достижение, потому что растение, вы помните, я вам показывала фотографии, в каком состоянии была эта орхидеюшка. И посмотрите, что с ней происходит сейчас. Поэтому ну для меня каждый корешочек, вот даже вот этот вот маленький вылазит корешочек, я ему радуюсь. Если он даже пойдет вверх, ну отлично. Самое важное, чтобы растюшке было комфортно. Все остальное это уже ерунда. Растение укореняется, все у нас отлично. Корешки у нас вот есть. Так что мы постепенно-постепенно в этом горшочке укоренимся. И я думаю, что когда мы уже подрастим листик, корешки, ну возможно тогда мы уже и дождемся цветения. Я очень хочу, чтобы эта орхидеюшка у меня зацвела, потому что про эту орхидею вы знаете, что просто легенды ходят в интернете. Насколько это сложное растение, насколько сложно адаптировать и так дальше, тому подобное. Ребят, я со многими не соглашусь. Почему? Потому что это не проблема в растении, а проблема в том, что мы не знаем, как найти общий язык с этим растением. Я думаю, что в этом основная причина того, что многие не могут подружиться с этой орхидеей. Хочу вам показать еще одну эрендовки, которая у меня недавно появилась. Мы тоже пролечились, мы прошли обработки. Вот такие вот у нас корешки. Корней в принципе немного, но также у моей орхидейки тоже не было слишком много корней. И вы тоже помните, что она была в небольшом таком посажена горшочке и тоже была посажена в мох. Ну, в общем, я освободила растение. Низ мне пришлось здесь вот срезать, потому что здесь был пучок просто таких вот засохших корешков. И вот как бы оболочка веламина осталась. То есть корешки были полностью пустотелые. Я срезала, срез подсушила. Это сейчас просто после полива этот срез очень даже так хорошо видно. Но когда подсыхает, его так уже не видно. Растение растит корешочек, но пока что я не вижу в нем такого активного роста, как вы видели на моей вот этой вот орхидеишке. Вы видите, какой здесь активный рост корешков. Здесь такого нету. Растение начало растить корни, но дело в том, что что-то вот ей мешает. Вот посмотрите, какой корешочек. У нас нету такого активного роста. То же самое у нас вот этим молодым корешочком. Посмотрите, там вот такая вот словно как... Так, мешает вот этот корешочек. И я вам не могу показать. Видите, пимпочка. То есть он пытается, пытается расти, но что-то ему все-таки не хватает. Вот. Поэтому для этого в первую очередь нужно растение обработать. Я растюшку уже обработала два раза. У нас были пятнышки на листиках. Мне пришлось это все удалять. Мне было жалко удалять полностью листья. Поэтому я здесь их полностью не удаляла, как у этой орхидейки. Вы помните, что у нас было с шейкой. Поэтому у данной вот этой орхидеишки мне просто пришлось снимать листик, смотреть шейку и обрабатывать ее. У этой орхидейки проблем с шейкой абсолютно никаких нету. Но корешки вот эти вот, они словно задеревеневшие такие. То есть сейчас они после полива такие темные. Когда растюшка просохнет, я вам потом как-то ее покажу еще раз, какие у нас корешки здесь. Вот. Так что это растение уже дважды обработано. Теперь она у меня стоит просто в сухом, пустом горшочке. Время от времени я ее просто беру, промывая под краном. Вот. И как бы постепенно-постепенно я ее приучаю опять же к тем же просушкам. Да. Она у меня в сухом горшочке. Так. По порядку вот я вам говорю, как она у меня. Вот я ее обработала два раза. Обработку проводила так же, как вот эту предыдущую орхидеюшку. Это у меня был фитоспорин разведенный. И в него я добавила фундазол. Вверху сюда вот я вам добавлю подсказочку. Кто не видел первое предыдущее видео про Ирэн Добкин, вы можете посмотреть и увидите, как я вставляла туда фотографии, как я проводила обработки орхидеи. Единственное, что хочу повториться, для фото, как бы я делала фотографии, поэтому фотографии я делала, ну как бы, а после обработки. Всю обработку нужно в обязательном порядке проводить в перчатках. Для этого в аптеке продаются и перчатки, и маска. И это в обязательном порядке должно быть при каждой вашей обработке фундазолом. Если вы пользуетесь этим препаратом, пожалуйста, ну подумайте о своем здоровье и не, ну как бы, не жалейте денег на перчатки, на маски, не нужно махать рукой, ай, не нужно, ай, я так справлюсь без этого. Но все-таки своя безопасность, безопасность своего здоровья должна быть в первую очередь. И только тогда уже нужно, ну, можно заниматься лечением растения. Потому что, если вы угробите свое растение, кто поможет вашим цветам. Поэтому в первую очередь, ребят, нужно думать о своей безопасности, о своей защите. Если вы покупаете какой-то препарат, обязательно читайте инструкцию. Если там написано, что нужно работать в перчатках и в какой-то маске, да, значит, это нужно делать в обязательном порядке. Не нужно этого игнорировать. Вот. То есть, мы надеваем маску, мы надеваем перчатки, берем растение и обрабатываем. Я корешки замочила, потом в распылитель вот это средство фитоспорин с фундазолом налила и опрыскала полностью-полностью все растение. Очень многие пишут и советуют, что растение нужно мазать кашей фундазола. Ребят, информации в интернете очень много. Но я хочу вам сказать, ну, это, конечно, мое мнение, у каждого оно свое, но я вам говорю свое мнение. Я не рекомендую. То есть, ну, я считаю, что не стоит. Если уже там очень серьезные проблемы с растением, тогда можно. Но и то все-таки, ну, прежде чем заняться обработкой растения, нужно подумать. Если вы где-то сомневаетесь, если вы где-то что-то, возможно, не знаете или вы хотите себя перепроверить, правильно ли вы будете делать, задайте вопрос в группу, напишите, вам ответят. Но я все-таки не рекомендую убрать растение, сразу мазать его кашей фундазола, потому что, ну, я не знаю, я считаю, что это лишнее. И когда вы посмотрите, те, которые, девочки, не видели видео про вот эту Ирэн Добкин, вы видели на фото, какая у нас была шейка. Я эту шею не мазала кашей фундазола. Вы видели, я фундазола добавила буквально чуточку на пластиковую ложечку чайную, буквально немножечко, на 2 литра воды. И посмотрите, какой результат. То есть, фундазол работает. Это очень сильный препарат. Кашей доводить вот до сметаны, да, вот как девочки пишут, сделать такой густоты прям сметаны и намазать все растение. Ребят, ну, я не рекомендую этого делать. Конечно, у каждого свое мнение, у каждого свой опыт, но я считаю, что вполне меньшей дозы достаточно для того, чтобы вытянуть растение. Поэтому я не рекомендую этого делать. И вы видите, вот на примере, я говорю, вот этой орхидеюшки можно сделать вывод, что абсолютно даже немножечко фундазола и работает растение здорово и все у нас хорошо. Так что вот эта орхидеюшка была обработана у нас 2 раза. Была первая обработка и через неделю была вторая обработка. После обработки растение стояло. Первый раз я обрабатывала ее, она была у меня еще во мхе. Второй раз, когда была вторая обработка, я ее достала из мха, замочила корни буквально минут на 5 и обработала полностью все растение по листу. Просушка в обязательном порядке должна быть неделю времени. Не меньше, не больше препарату нужно дать поработать. Даже если вы смотрите на растение и у растения слегка начинают морщиться листья, это не значит вовсе, что вам нужно бежать и мочить растение. Не стоит его опрыскивать на второй, на третий день. Дайте препарату поработать. Очень много девочек допускают ошибок, когда провели обработку, на следующий день смотрят, листики начинают морщиться и давай быстро все опрыскивать. И тем самым мы делаем еще хуже растению. Поэтому все-таки желательно выдерживать вот эти просушки. Опять же, все зависит от состояния растения. Бывает такое, что можно обработать и просушка достаточно 3-4 дня. Но я убедилась на своем опыте, что так как многие в интернете пишут, что Ирэн Добкин это такая проблемная орхидеюшка, она такая капризная, там все дела. Поэтому я для перестраховки выдерживаю 7 дней. Ребят, посмотрите, 7 дней просушки. Абсолютно растение нормальное, ничего с ним не случилось, растение не погибло, не засохло, абсолютно ничего. Вот, я уже после этого ее время от времени, ну, каждый, на каждый третий день я ее полностью под краном промываю. А вот теперь мне нужно, чтобы вот этот немножко препарат фундазол, чтобы он из растения немножко вышел. Поэтому я растение проливаю просто водичкой. Вот. И закажу кору пени. Вот поэтому я ее, в принципе, и не сажу. Закажу у Швертера кору пени. И тогда я ее уже пересажу в нормальный горшочек. Также сама хочу положить на поверхность горшочка мох. И будем наблюдать за ростом вот этой вот красоты. Так что сложности, я говорю, особо никаких таких у нас, ну, Сирэн Добкин я не заметила. Растение я не могу сказать, что проблемное. Самое важное и самая, я думаю, такая вот основная причина того, что к нам приходят уже больные растения. Вот. И если мы сразу по приходу, вот как мы только купили растение, мы не провели обработку там от гнили, от жирности, от всего, ну, то, что вот самое первое, что мы должны сделать, да, если мы не проводим эти обработки, поставили, а пусть адаптируется. И вот тогда у нас как раз таки могут быть проблемы. Поэтому после покупки орхидеи Ирэн Добкин проведите сразу обработку. Страшного ничего в этом не будет. Даже если растение ваше посажено в мух, разведите фитоспорин с фундазолом и обработайте по листьям. Просушите растение 7 дней, выждите вот этот период. После этого обработайте от живности. Можно любым абсолютно спреем, но опять же считайте, пожалуйста, внимательно инструкцию. Потому что даже на том же доктор Фоли там написано, что нельзя пользоваться этим средством там в жилых помещениях, к примеру, да, то есть желательно одевать перчатки, потом там нужно проветривать и так далее, что подобное. То есть если вы в этой комнате и спите, и у вас эти растения стоят, не нужно там обрабатывать эти растения. Занесите растение в ванну или на балкон, опрыскайте потом. Если в ванной, то мне, например, немножко проще, потому что я после этого хозяйственным мылом намылила мочалку, вымыла полностью в ванну, душем все смыла и все. Я не переживаю, у меня все как бы чисто, никаких, имеется ввиду, химия никуда у меня дальше не попадает. И вы знаете, что хозяйственное мыло, оно обеззараживает. Поэтому вот что-то вот в таком вот плане вымыть те же там горшки, растения, это очень даже хорошо работает. Вот так что при получении растения делайте сразу же обработки. Пусть даже это будет профилактически, но вы будете спать спокойно, что ваше растение обработано, оно не сгниет и с ним ничего плохого не произойдет. Так что будем наблюдать еще за второй орхидеюшкой. Как только она тоже придет в себя, как только у нас пойдет уже такой активный рост корней, вот тогда я могу с уверенностью уже сказать, что и на примере второй орхидеи Ирэн Допкин у меня все получилось. Так что, ребят, будем пробовать ставить на ноги и вот эту орхидеюшку. Я думаю, что у меня тоже получится, потому что вторая обработка прошла, пятнышки не возвращаются, листики хорошие, ничего не желтеет. То есть, в принципе, как бы все вот в норме, как бы ничего страшного у нас не происходит. Так что теперь у меня две Ирэн Допкин. Конечно, мне их две, не знаю, возможно, ну посмотрим, конечно. Ну, если, к примеру, какая-то быстрее зацветет, ну, будет отлично. Если не зацветет, ну, значит, пока будут стоять. Но, говорю, пока что моя цель, это поставить растение на ноги в том плане, чтобы это растение тоже начало растить корни. Почему? Потому что вы видите, что это растение пошло в активный рост, растит и листик, и корешки, а это растение растило листик, но, как бы, можно сказать, остановилось в росте, потому что даже у нас корешки особо не очень хотят расти. Вот. Но я думаю, что после этих всех обработок, после всего, когда я уже посажу орхидеюшку, тогда она начнет приходить в чувство и начнется у нас рост. Вот. Ну, я думаю, что я постаралась максимально уже вам рассказать, разложить по полочкам обработку, безопасность. Не забываем про безопасность, ребята. Это очень-очень важно. Берегите свое здоровье, будьте здоровы и также здоровых вам растений. Спасибо вам огромное всем за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч. Пока-пока!